Елена Гейли Трудное решение Рассказ Стояла поздняя осень, Уже облетелись деревья и листья, И после первых заморозков Почернела земля. Тяжелые серые тучи То и дело закрывали небо, Проливая холодные дождики. Вика и Аленка, Девочки-третиклассницы, Неторопливо прилили из школы, Аккуратно обходя грязные лужи. Вот и дом Вики. Пора прощаться. Подружки остановились у подъезда. Ты гулять сегодня выйдешь? Спросила Вика Аленку Под назябшие пальцы. Пока не знаю. Я у мамы спрошу. И не договорила Аленка, И вдруг округлила глаза от удивления. Смотри, что это? Аленка показала на небольшой пушистый комочек, Притулившийся у стены дома. Он был явно живой. Девочки подошли поближе И разглядели несчастное существо. Это был совсем еще маленький котенок, Которому едва исполнился месяц. Он лежал на холодной земле, Сиротливо подобрав под себя лапки И поджав хвостик. Ой, котеночек, бедненький, Совсем замерз, Сказала Вика и взяла котенка на руки. Тот обеспокоенно замяукал, Заморгал слезящимися глазками. Смотри, он плачет, Пожалела его Аленка. Наверное, потерял свой дом. Дай мне его подержать, Пожалуйста. Но Вика прижала дрожащего котенка к себе, Пытаясь согреть. Подожди. Видишь, он боится. Давай подъезд зайдем, Там теплее. Девочки поднялись на площадку Между первым и вторым этажом. Туда, где есть большая горячая батарея. Что теперь с ним делать? На улице он замерзнет и пропадет, Сказала Аленка и ласково погладила малыша. Котенок, было притихший на время, Опять защищал и еще больше задрожал. Жаль, что я не могу его взять себе. У нас собака, К сожалению, проговорила Вика. У Вики и в самом деле была собака, Да еще какая! Охотничья! Такса по имени Рольф. Настоящая гроза для окрестных птиц и мышей. У меня никого нет, Радостно воскликнула Аленка. Тогда бери, вздохнула Вика И протянула котенка подруге. Как ты его назовешь? Пока не знаем. Мы вместе с мамой придумаем. Счастливо улыбнулась Аленка И укрыла малыша под курткой. Я провожу тебя, помогу нести, Решительно сказала Вика И взяла у подруги школьную сумку. Дома у Аленки никого не было. Мама с папой были на работе, А старший брат в школе. Девочки подогрели молоко И дали котенку. Он жадностью набросился на питье, Но попернулся и чихнул. Белые молочные брызги Разлетелись в разные стороны. Девочки весело рассмеялись. Давай назовем его Кошмарик, Предложила Аленка. Давай, обрадовалась Вика. Следующим утром Аленка пришла в школу Заплаканными глазами. Что случилось? Зволнована спросила Вика. Я не могу Кошмарика взять, Еле сдерживая слезы, Ответила Аленка. Тебе мама не разрешила? Упавшим голосом Проговорила Вика. Разрешила, Разрыдалась Аленка. Ничего не понимаю, Удивилась Вика. В это время прозвенел звонок И все разошлись по местам. Весь урок Вика не находила себе места, Вертелась на стуле, Даже получила замечание от учительницы. Как только урок закончился, Она подскочила к подруге. Ну давай, рассказывай. Аленка потерла распухшие глаза И горько произнесла. Нам вообще нельзя заводить дома животных. Почему? Недоуменно спросила Вика. Потому что мама и я Сразу начинаем чихать и кашлять от шерсти. Это такая болезнь, Называется аллергия. Опять схликнула Аленка. Значит, у кошмарика опять нет дома? Что же делать? Огорчилась Вика. Сначала мама согласилась. Мы помыли кошмарика. Он так ей понравился. Такой красивый, Пушистенький стал. Но потом, потом Аленка заплакала. Потом мама начала задыхаться. Ей стало очень плохо. Не плачь. Что-нибудь придумаем. Я пока кошмарика к себе возьму, Сказала Вика. На следующий день Вика не пришла в школу. Аленка еле высидела до конца уроков. Как только прозвенел последний звонок Ана Пуле и помчалась к подруге, Ей не терпелось узнать, Что произошло. Вика открыла дверь С котенком на руках. Рядом скакал Рольф И оглушительно лая. Аленка с удивлением Разглядывала подругу. У той был измученный вид. Что с тобой? Почему ты в школе не была? Спросила Аленка. Рольф всю ночь Охотился за кошмариком. Я старалась его защитить. Кошмарик сильно боялся. Поэтому кусался и царапался. Прознесла Вика И показала из раненой руки. Утром мама с папой ушли на работу, А мне пришлось остаться дома, Чтобы Рольф не загрыз его. Вика тяжело вздохнула. Прошла в комнату И устало присела на диван. Пес тут же подскочил к ней И громко тякнул. Котенок испуганно дергнулся, Зашипел и попытался вырваться. Рольфа это только раззадорило. Он неторопливо подпрыгнул, Зарычал и угрожающих гафнул. Фу, Рольф, нельзя, Сердита крикнула Вика. Но пес не унимался. У тебя его тоже оставлять нельзя, Огорчилась Аленка. Я сегодня днем ходила по квартирам, Предлагала кошмарико соседям, Никто не взял. Опять вздохнула Вика. А ты в классе никого не спрашивала? Может, кому-нибудь разрешат? Я у всех спросила, Сказала Аленка, И запнулась. Кроме Соньки. Кроме Соньки? Задумалась Вика. Соня Полянская училась с ними в одном классе. До недавнего времени они дружили. Их даже называли неразлучной тройкой. Только вот уже две недели Вика и Аленка не разговаривали с Соней, Потому что поссорились с ней навсегда. А все потому, Что Соня все время считала себя главной И любила покомандовать, Как будто она сама умная и красивая. Вике и Аленке это ужасно надоело, И они поклялись больше с ней не водиться. А помнишь, Сонька захотела хорька завести, Он ей в живом уголке понравился, Сказала Вика. Ты что, хочешь помириться с этой воображалой? Возмутилась Аленка. Конечно нет, Воскликнула Вика. Но потом вдруг замолчила И как-то неуверенно посмотрела на подругу. Аленка поняла ее без слов. Что? Выходит, только Сонька может помочь Кошмарику, Спросила она. Соньке все дома разрешают. Значит и котенка позволят оставить, Едва слышно, Произнесла Вика. Мы же поклялись с ней больше не разговаривать, Чуть не плача, Вскликнула Аленка. Знаю, Но у нас нет другого выхода, Мы не можем выбросить Кошмарика на улицу, Твердо сказала Вика. Аленка ласково погладила котенка И нерешительно проговорила. Ну ладно, Давай к ней сходим. А что, если она не захочет нас видеть? Захочет. Мы ей Кошмарика покажем. Он ей понравится? Я знаю, Сказала Вика. А как же наша клятва никогда не разговаривать с Сонькой? Продолжала сомневаться Аленка. В это время щелкнула входная дверь. Пришел Викин папа, Валерий Петрович. Ну как у вас дела, Юная спасительница животных? Поинтересовался он. Пока плохо, Вздохнула Аленка. Папа, Меня мучает один вопрос. Можно ли нарушить клятву По уважительной причине? Спросила Вика. Какую такую клятву? Удивленно спросил папа. Мы с Аленкой Друг другу пообещали Не разговаривать с Соней Полянской, Потому что она обзывается, Начал объяснять Вика. Но Соня Может приютить Кошмарика. Больше некому его взять, Поддержала подруга Аленка. Вот она что, Сказал папа. А я-то думаю, Почему эта Соня К нам не заходит? Ну вот что я вам скажу. У каждого человека Бывают в жизни моменты, Когда нужно принять Трудное решение. Иногда приходится Менять свои планы, Отказываться от чего-то важного Ради кого-то Или чего-то другого, Еще более дорогого И важного. Вам просто нужно Сделать выбор. Ваш договор Или спасение Живого существа. Котенок в этот момент Как будто почувствовал, Что решается его судьба. Он поднял голову И виновато посмотрел На Вику Своими печальными, Мутновато-синими глазками. Вика бросила взгляд На рядом стоящую Аленку И решилась. Хорошо. Пойдем к Соньке. Аленка утвердительно Кивнула в ответ. Молодцы. Вы сделали правильный выбор. К тому же И примирение Само по себе Тоже дело неплохое. Это я вам Как адвокат Говорю. Улыбнулся папа. Через полчаса Вика и Аленка Были у Сони. Соня, увидев подруг, Сначала хотела, Как всегда, Поехитничать, Но потом передумала И сказала. Как здорово, Что вы пришли. Я тоже собиралась К вам, Потому что соскучилась. Котенок очень понравился Соне. Ей, конечно, Разрешили его оставить. Теперь кошмарик Живёт у Сони. А Сонины родители Зовут его Кошей. Продолжение следует... Попробуем. Продолжение следует...